Здравствуйте, товарищи! Исполняется 30 лет со дня Государственного комитета по чрезвычайному положению. Чтобы понять его роль в нашей истории, в истории партии, нужно принять во внимание, что все члены ГКЧП были членами КПСС, и причем мы играли в КПСС не последнюю роль. Значит, очевидно, что ГКЧП – это проявление тех событий, которые происходили внутри партии, и поэтому мы должны рассмотреть, а что же, собственно, происходило в КПСС, и тогда мы поймем роль ГКЧП. Вот к 1991 году КПСС не просто переживала период внутрипартийной борьбы, партия рабочего класса всегда находится в состоянии внутрипартийной борьбы, потому что там всегда есть ревионистское течение. Но дело в том, что уже после 1961 года ревионистское течение преобладало, стало преобладающим, а настоящие коммунисты, то есть те, кто являются борцами за рабочее дело, находились в меньшинстве, хотя и занимали заметные посты в партии. Так вот, к 1991 году эта внутрипартийная борьба привела к тому, что появились оформленные, по сути, фракции. Они назывались платформами, но тем не менее. И все-таки эти организационные образования еще оставались внутри КПСС, не прорывались в ней. Вот среди главных фракций или течений внутри КПСС было инициативное движение коммунистов, или точнее говоря, движение коммунистической инициативы. С осени 1991 года она оформилась. Была платформа марксистская, демократическая, но это все такие платформы, которые на самом деле, особенно демократическая, впрямую вели к уничтожению коммунистической партии, хотя и под лозунгом преобразования ее в социал-демократическое. Но большинство членов КПСС, в том числе и в аппарате, не входили в названные платформы, а я бы так назвал их, они шли за Горбачевым, и это была, если хотите, платформа Горбачева и Горбачевцев. То есть тех людей, которые осуществляли ревизию марксизма, ленинизма, ревизию остатков коммунизма в партии, ну и, в общем-то, ревизию организационного строения КПСС с тем, чтобы преобразовать ее в партию буржуазную, в прямую, да, хотя еще они маскировались под коммунистов. Вот в чем проявлялась эта внутренняя партия Небарева и как она проявлялась. В апреле 1991 года КПСС, естественно, в лице ее Горбачевского преобладающего численно крыла, санкционировала повышение цен на предмет потребления. В условиях рыночной экономики цены в конечном счете будут определяться на основе спроса и предложений. Рост цен уже происходит, все это чувствуют. Это был страшный удар по интересам рабочего класса и поднялась волна антикоммунизма в рабочем классе, особенно в шахтерском движении. Надо понимать, что это был за антикоммунизм. Это был протест против Горбачевского извращения коммунизма в КПСС. Но Горбачев-то был генеральным секретарем коммунистической партии Советского Союза, поэтому люди, далекие от политики, от диалектики, формулировали свое неприятие Горбачевского курса таким образом, что они уступали против КПСС. Начали требовать КПСС, так сказать, называли коммунистов коммуняками, но рассматривая их всех заодно с Горбачевым, как последователей Горбачева. Значит, задача движения коммунистической инициативы состояла в том, чтобы преодолеть откол КПСС от рабочего класса. А это предполагало две вещи. Первый – нужно было правильно выразить интересы рабочего класса. А вы знаете, что Хрущевская программа уже хранила правильное выражение. И вот поэтому движение коммунистической инициативы выдвинуло программу действий, которая включила такие требования, как понижение цен в ходе научно-технического прогресса и на основе научно-технического прогресса. Это вот главное было экономическое требование. А что касается политической составляющей программы действий, то это было требование возрождения советской власти как власти, формируемой производственными коллективами. Вот эти, осуществление этих мер, безусловно, восстановило бы единство партии с рабочим классом, безусловно бы обеспечило победу коммунистического ядра КПСС и утверждение партии как партии рабочего класса. Так вот, после вот этой меры повышения цен санкционировано КПСС, задача восстановления единства с рабочим классом перед движением коммунистической инициативы стала еще острее. Да, у движения коммунистической инициативы были свои представители в Компартии РСФСР, и один представитель был даже в ЦК КПСС, это очень видный ученый Алексей Алексеевич Сергеев. Но, разумеется, представители движения коммунистической инициативы были в руководящих органах Компартии РСФСР в меньшинстве. Да и вообще надо отметить, что само образование Компартии РСФСР – это заслуга, прежде всего, тех коммунистов, которые проводили инициативные коммунистические съезды, и потом они оформили движение коммунистической инициативы. Потому что было понятно, что создание в структуре Компартии Советского Союза республиканской организации КП РСФСР резко оздоровит ситуацию, поскольку все-таки Компартия РСФСР была теснее связана с городским фабрично-заводским рабочим классом. Во-вторых, именно в России действовали выдающиеся ученые, марксисты-ленинцы, которые раскрыли диалектику развития социализма и доказали необходимость классовой борьбы до полной уничтожения классов. Это Михаил Васильевич Попов. Как раз к этому времени вышла уже его, я бы сказал, великая монография «Борьба за планомерное решение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма», в которой как раз система противоречий развития социализма была раскрыта, и это послужило основой для теоретического понимания, что нужно делать в условиях социализма для перерастания социализма в полный коммунизм. В партии поддерживали движение коммунистической инициативы, и были в нем такие выдающиеся ученые, как Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук Василий Аковлевич Ельмеев, доктор экономических наук и доктор философских наук, которые выдвинули и обосновали трудовую теорию потребительной стоимости, показывающую, что развитие социализма связано с использованием экономии труда на базе научно-технического прогресса для понижения цен и увеличения свободного времени работников. Вот имея такую теоретическую основу, движение коммунистической инициативы, конечно же, выдвинуло яркую программу действий, хорошо и правильно выражающие коренные интересы рабочего класса. Кроме того, движение коммунистической инициативы способствовало преодолению разрыва с рабочим классом партии, с рабочим классом тем, что старалось ввести рабочих в руководящие свои органы. Это тоже очень было важно, потому что в КПСС сложилась такая практика, что руководители партии, начиная с секретарей цехкомов на заводы, должны были иметь высшее образование. Это означало, что рабочие, самые лучшие, самые умные рабочие были отсечены от руководства партийными органами. Это тоже вело к разрыву рабочего класса и партии, к отстранению передовых рабочих от дел партии. Вот инициативное движение коммунистов, конечно же, это тоже знало и старалось привлечь лучших рабочих. Такие рабочие вошли в инициативное движение коммунистов, потом в движение коммунистической инициативы. Я могу назвать, например, Константина Васильевича Федотова, это докер, человек исключительно политически подготовленный, который на митинге в Ленинграде произнес крылатую фразу о том, что перестройка – это не яма, которую надо углублять. Тем самым показал, что не надо использовать перестройку как могилу для социализма, что нужно развернуть вектор преобразования для возрождения советской власти и для развития социалистической экономики. Были в составе движения коммунистической инициативы и другие рабочие, которые тоже влияли на положение дел партии. Ну, например, Евгений Петрович Тимофеев, это тоже докер, который занимал очень твердую позицию и активно боролся за укрепление коммунистического ядра КПСС. Вот в апреле 1991 года стало понятно, что нужно еще предпринимать дополнительные меры, потому что антикоммунистическая атмосфера взращивалась, взращивалась уже прямыми врагами коммунизма в лице ренегатов, таких как Ельцин, Собчак и так далее. Ну, и теми людьми из рабочих, которые пошли за этими антикоммунистами, именно потому что они были, по сути, возмущены антикоммунистическим курсом Горбачева, проводимым от лица КПСС. Вот для того, чтобы укрепить эту связь, связь с рабочим классом, мы, например, с Михаилом Васильевичем Поповым, он был секторем, простите, членом обкома КПСС Ленинградского, поехали весной 1991 года в Новокузнецк, там как раз бастовали шахтеры, после этих апрельских событий в виде повышения цен. Ну, и мы сначала зашли в Горком партии, там была, так сказать, мертвая тишина, вроде бы неплохие люди сидели, но к шахтерам они же не уходили, и, конечно, решить задачу преодоления откола партии от рабочего класса они были не в состоянии. А вот митинг шахтеров проходил как раз, ну, я не знаю, в 400 метрах от здания Горком партии, мы туда пришли, была очень такая яркая картина, видно было, что люди выходили после, прямо из-за боя шли, чтобы показать, что вот они настоящие шахтеры, и действительно сами готовы выразить свои интересы. Было всякое там много около шахтерской публики, представители социал-демократические партии, значит, иностранные, средства массовой информации, и все с удовольствием вот эту ноту обыгрывали, что анти-шахтеры, это антикоммунисты, простите, шахтеры-антикоммунисты. Ну вот, мы с Михаилом Васильевичем говорили с шахтерами, Михаил Васильевич, в общем, интересную логику проводил, он ставил вопрос так, вот, скажите, пожалуйста, вы за общее дело, или вот вам важно только, что вы будете иметь, а что ваши товарищи, так сказать, будут иметь, и как они живут вам безразлично, в шахте вашей. Ну, шахтер очень, а вот молодой такой товарищ, говорит, да, конечно, я за общее дело, а вот если надо будет бороться за общее дело, вы будете в рядах борцов, или как-то вот подождете, пока другие борются за не это, я буду, конечно, бороться за общее дело. Ну, тогда вот, вы ведь и на самом деле коммунист, потому что коммунисты – это общее. То есть человек-то ведь не возражал по сути. Но вы понимаете, что вот разъяснить так каждому было практически невозможно, и тем самым преодолеть господствующее настроение. А шахтер, в свою очередь, ведь нас вот о чем спрашивал. А вот вы скажите, вы в одной партии с Горбачевым? Мы отвечаем, да, мы в одной партии с Горбачевым, но боремся против Горбачева. Говорят, ну, мне непонятно, как-то вы боретесь с Горбачевым, а это ваш генеральный секретарь. Нет, ребята, что-то у вас не так. То есть было совершенно нам понятно, что вот уже в этот исторический момент, что оздоровить партию, возродить его как коммунистическую партию было невозможно без освобождения партии от Горбачева и Горбачевщины. Вот это было понятно. Не случайно, значит, в конце июня прошел съезд движения коммунистической инициативы, который потребовал изгнания Горбачева из КПСС и проведения для этого внесительного съезда, который утвердил проект программы КПСС. А в это время шла подготовка нового проекта программы КПСС, в котором в проекте движения коммунистической инициативы говорилось о том, что необходимо изгнать из партии антикоммунистическую фракцию Горбачева. Ну и разумеется, в этом проекте содержались те меры, которые отвечали интересам рабочего класса в виде понижения цен, увеличения реального содержания заработной платы, сокращения рабочего времени, увеличения времени оплачивающих отпусков и так далее. В это же время по нашей инициативе для восстановления связи с рабочим классом мы проводили областные и городские съезды рабочих в ряде городов. Ну, я вот, например, был в числе организаторов городского съезда рабочих в городе Горьком. И тогда обком партии, в общем, нам очень сильно помог, и горком партии даже точнее. На это съезды были делегированы рабочие коммунисты с очень многих предприятий, и как-то вот они начали себя чувствовать более ответственными за судьбу партии, и стали понимать, что от них многое зависит. Ну, конечно, это были такие советы, такие объединения, которые не объединяли борющиеся, бастующие коллективы. А помните, что советы именно так возникали в свое время. То есть это были представители скорее партийных организаций вот этих заводов и фабрик, чем представители производственных коллективов в целом. И вот образование вот таких объединений и советов рабочих не изменило общего антикоммунистического настроя преобладавшего тогда производственных коллективов. Вследствие вот такой антикоммунистической политики Горбачева, антикоммунистической антирабочей. Вот с проектом программы, который принял съезд движения коммунистической инициативы, мы с Михаилом Васильевичем выступили на программной комиссии ЦК КПСС. Очень интересно проходила эта комиссия. Мы пришли, раздали проект программы. Ну, а понятно, что в составе этой комиссии были люди, которые были подобраны прежде всего самим Горбачевым. Да, они так посмотрели, ничего не сказали, спокойно посмотрели. Вот. А Горбачев чуть-чуть задержался, потом вошел какой-то такой покрасневший, такой какой-то взъерошенный, машет газеты и говорит, посмотрите, что написано. В этой газете написано, что надо изгнать из партии антикоммунистическую фракцию Горбачева. Ну, вот, если он рассчитывал на какое-то сочувствие присутствующих в зале, ну, или, так сказать, или возмущение вот таким утверждением, то он ошибся глубоко. Так-то все это спокойно приняли совершенно. Ну, и началась работа этой комиссии. Значит, я попросил то же слово и сказал о том, что, разумеется, надо принимать программу движения коммунистической инициативы, поскольку она правильно выражает интересы рабочего класса. А тот проект, который готовит в составе СК КПСС, надо отклонить, поскольку она эти интересы не возражает. Ну, сразу же за мной защищать Горбачева и Горбачевскую позицию. Ну, кто, как вы думаете, вылез? Вылез. Значит, Примаков, Вегений Максимович, который вот потом КП РФ считал очень таким патриотом и чуть ли не коммунистом. Он был ярый Горбачевец, и он был антикоммунистом еще задолго до того, как вышел из партии. Вот что-то там пытался сказать про рыночную экономику, очень убедительно. Ну, в общем, задача была в том, что как-то вот сглайд выступление в поддержку проекта программы движения коммунистической инициативы и вот защитить курс Горбачева. Вот он свою задачу постарался выполнить. Значит, тем не менее, вот наш проект программы мы размножали во всех возможных видах, в том числе вот в газете «Молния», которую в руках держал Горбачев, в газете «Наш выбор». Ну, а вот я пришел в газету «Горьковская правда» в июле 1991 года. Это орган обкома партии и попросил опубликовать наш проект. Я напоминаю проект, программа в которой написано «Изгнать из партии антикоммунистическую фракцию Горбачева». Понятно, что газета «Горьковская правда» была органом обкома КПСС, а обком КПСС в составе КПСС действовал. Значит, товарищ Сметанин, очень такой умный человек, немногословный, ничего не возразил, сказал, я постараюсь. Наверное, он проинформировал обком КПСС о своем намерении, может быть, там и дали согласие, но ведь отвечал в конечном счете за публикацию, кто главный редактор, товарищ Сметанин. И вот хочу его вспомнить и поблагодарить, что он принял такое решение, в результате вышла наша программа в партийной газете и тиражом больше 100 тысяч. Больше 100 тысяч. Это дал нам возможность потом отправлять эти газеты, и, скажем, Михаил Алексеевич Попов в это время такой круиз совершал по «Волге», и в том числе раздавал вот эти газеты в партийные органы. Ну, я вот тоже постарался, так сказать, поспособствовать задачу в недальном таком плане, задачу изгнания Горбачева из КПСС. То есть пришел тогда на прием к первому честарю ЦК КПРС ФСР Ивану Кузьмичу Полоскову и сказал, что «Иван Кузьмич, надо Горбачева изгонять из партии, иначе партия, как коммунистическая партия, погибнет». Ну, Полосков вот ничего не возразил. Он ничего не возразил, скорее всего, он сочувствовал даже этому, но ничего не сказал в поддержку. То есть делали мы, что могли, чтобы решить задачу соединения с рабочим классом. Еще одной мерой я бы назвал такую, как учреждение газеты, российско-общественно-политическая газета «Народная правда». Потому что ну как можно было донести позицию коммунистов, в отличие от горбачевцев, до широких масс трудового народа и рабочих? Ну, путем издания массовой газеты. И вот Виктор Георгиевич Голгов, член ЦК, Компартии РСФЦР, вот такую инициативу проявил, инициативу создания газеты. Ему долгое время отказывали в создании такой газеты. Тогда он подошел к товарищам из Центрального комитета и сказал, ну давайте учреждать как орган членов ЦК. Собрал 20 подписей. Среди подписавшихся был, между прочим, генерал Лебедь, который сочувствовал тогда движению коммунистической инициативы. Ну и стало понятно партийной бюрократии, что не остановить это движение, и лучше всего самим проявить такую инициативу по учреждению газеты. Ее учреждили. Но, разумеется, вместо необходимых средств выделили только одну третью часть. Одну третью часть. Так что Виктору Георгиевичу Долгову потом пришлось решать тяжелейшие проблемы обеспечения средствами издания вот этой газеты. Значит, итак, мы делали все, что могли. Ну и еще один шанс, так сказать, на укрепление коммунистического ядра Компартии РСФСР представился в начале августа 1991 года, когда состоялся пленум ЦК Компартии РСФСР. И на этом пленуме Полосков взял, так сказать, попросился в отставку и шел в отставку. Ну, видимо, его уже здоровье тогда подводило. Ну и потом человек просто не выдержал того, что, так сказать, все враги, как внутри КПСС, так и извне КПСС, все враги возрождения партии рабочего класса в лице Компартии РСФСР, конечно же, били прежде всего по Полоскову, как его только не полоскали, как его только не порочили. Но человек не выдержал. Ну, могло ведь как получиться? Ну, ушел Полосков, а можно поставить человека более яркого, того, кто действительно может возглавить борьбу за возрождение партии, как партии рабочего класса. Разумеется, мы выдали своих товарищей, но Тюлькин и Долгов воспринимались как радикалы в органе, который, конечно, находился, партия находился под сильным влиянием Горбачева и Горбачевцев. То есть, ревизионистов, которые уже переходили на позиции прямого, яркого, неприкрытого, выраженного антикоммунизма. Значит, ну, тогда можно было избрать другого известного человека в партии, причем известного как патриота, да, как вот человека, который как будто бы борется с Горбачевым, это Геннадий Андреевич Зюганов. Здесь выдали его тоже. Что же было дальше? Вот Геннадий Андреевич, прежде всего, показал себя как очень воспитанный, хорошо и вежливый человек. Почему? Потому что, во-первых, он поблагодарил товарищей за выдвижение его на этот пост. А что второе сделал Геннадий Андреевич? А Геннадий Андреевич взял сам отвод. Вот можете представить себе, значит, в стране все кипит, решается судьба партии, вот, многие связывают надежды с Зюгановым. Вот мы приходили, нам приходилось встречаться с Виктором Георгиевичем Долговым, Михаилом Васильевичем Поповым и мне с Прохановым, да, известный такой патриот, как бы не коммунист. Конечно, это очень странно, как отделить патриотизм от коммунизма в Советской России, но вот так сложилось. И вот Проханов очень сочувствовал движению коммунистической инициативы и вот тоже видел в Зюганове такого лидера, который может возглавить и должен возглавить партию. И вот Зюганов взял сам отвод. Ну, как это объяснить? Ну, можно объяснить тем, что человек смолодушничал, потому что обстановка накалялась. Я думаю, что руководитель такого полета мог предложить, что что-то вот в партии готовится какое-то событие. И чем это событие закончится, тоже непонятно, и лучше отступить. Лучше для младушного человека. Но думаю, что это не главный фактор. Главный фактор, что фигура Зюганова не была приоритетной для Горбачева. И сейчас я об этом скажу. И, видимо, Горбачев не рекомендовал Зюганову выдвигаться и становиться первым секретарем. Поэтому после самоотвода Зюганова вышел для выступления очень известный человек, известный коммунист, известный писатель, замечательный писатель, фронтовик. Юрий Бондарев и так очень весомо сказал, я чувствую в этом зале дух Горбачева. И всем стало понятно, ну, большинство и так понимало, но вот это было очень четко выражено и зафиксировано, что этот шаг на Зюганова – это, так сказать, выполнение указания Горбачева. То есть тот человек, который рассматривался как противовес внутри Компартии РФСР Горбачева, на самом деле был подчиненным Горбачеву, так сказать, и выполнил его волю в этот решительный момент. Значит, в результате был изман Купцов, а этот человек был Горбачевец уже, ну, прямо на 100%, все это все прекрасно знали. Вот ему место уступил Зюганов, да, в этот критический для партии момент. Ну, когда пришел, так сказать, на пост первого секретаря Купцов, стало понятно, что весь аппарат партии будет использоваться не в интересах движения коммунистической инициативы, или, по крайней мере, будет тормозиться такое использование. А через буквально меньше, чем через две недели вот начался этот ГКЧП. Значит, ГКЧП, так сказать, это чрезвычайное положение, да, вот, так сказать, чем мотивировалось это введение чрезвычайного положения? Тем, что нужно восстановить Советский Союз, запретить или ограничить, приостановить действия тех партий, которые ведут к развалу Советского Союза. Кстати говоря, вот, не КПСС, не ГКЧП, вернее, первое, инициировало такие политические запреты. Например, мы знаем, что Ельцин, как президент Российской Федерации, значит, издал указ о запрете первичных партийных организаций на государственных предприятиях и учреждениях. То есть он начал, что значит запретить первичные партийные организации? Это лишить корня партии рабочего класса. Разумеется, движение Коммунистической Инициативы это не остановило, потому что мы сказали, ну, хорошо, наши партийные организации должны будут теперь называться не партийные организации такого-то завода, а территории такого-то завода. То есть, естественно, мы были настроены, и движение Коммунистической Инициативы, и те, кто ему сочувствовал в Компартии, в церкви на продолжение борьбы в новых условиях. Но, тем не менее, вот шаг к запрету КПСС был сделан. Но дальше-то что? Что содержалось в этой программе, так сказать, ГКЧП? Ну, обтекаемые вещи, что остановить кризис, а можно знать, какова причина природы кризиса? То есть это было сделано и сказано настолько обтекаемо, что поражало больше вопросов, чем давало ответы. В принципе, вот такие меры чрезвычайные могли изменить ситуацию. В принципе, вот если бы, например, движение Коммунистической Инициативы было бы в руководстве ГКЧП, в принципе, могли бы. Ну, например, если бы ГКЧП объявило о том, что происходит понижение цен, отменяются цены, которые были введены в апреле 1991 года, а будет понижение цен, и в ближайшее время будет предусмотрена возможность понижения цен на более широкий круг предметов народного потребления. Ну, например. То есть клин-то надо ушибать клином. Дальше. Политическая составляющая. Если бы ГКЧП объявило, что мы призываем все производственные коллективы, фабричные заводские коллективы, как в центре, так и на местах, направлять наши органы, представителей этих коллективов, рабочих, с правом решающего голоса. То есть в такой форме попробовать реализовать программу возрождения советской власти, как власти, формируемыми трудовыми коллективами, точнее говоря, прежде всего производственными коллективами. Ведь это можно было сделать. Вы понимаете, насколько это изменило бы ситуацию? Да, и в таком Всероссийском рабочем комитете тоже была бы острая борьба, но тем не менее появился бы шанс получить опору на рабочий класс, получить поддержку рабочего класса и победить тех, кто хотел похоронить окончательно социализм. Но ничего подобного сделано не было. Вся эта программа была вполне укладывалась в русло Горбачева и Горбачевщины. А уж когда Янаев сказал, что он друг Горбачева, тогда было понятно сразу, в полной мере, что ГКЧП вовсе не собирается менять курс горбачевский, то есть антигомонистический. В лучшем случае он собирался осуществлять горбачевский курс без Горбачева. Ну, это предопределило крах вот этой попытки. Значит, вот до ГКЧП движение коммунистической инициативы, то есть те коммунисты, которые старались восстановить связь партии с рабочим классом, и антикоммунисты, я здесь все-таки считаю, необходимо назвать в первую очередь Горбачева и Горбачевцев, а не какую-то отдельно оформленную платформу в виде демократической платформы, находились в одной партии, то ГКЧП привело к тому, что они размеживались организационно полностью. Движение коммунистической инициативы пошло по пути учреждения Российской коммунистической рабочей партии, единственной действующей партии коммунистической и декларирующей приверженность рабочему классу, на протяжении предстоящих, вот после 1891 года, полутора лет. А Горбачевская линия, она никуда не делась, она, значит, пошла в суд, но с тем, чтобы доказать, что вот то, что они собираются воссоздавать, да, так сказать, Горбачевское наследство, ни в коей мере не подрывает устои нового буржуазного режима, Ельцинского, ни в коей мере. А что касается частной собственности, как таковая, У нас была чисто государственная, мы ее должны разгосударствовать, в том числе, прежде всего, через интересы коллективу. Вот наш реальный путь. Ну и когда этот режим убедился, что они не собираются подрывать его основы, а убедиться было очень легко, почти полтора года люди ничего не делали. Да, вот положение народа резко ухудшалось, сдавались сцены, значит, начали закрываться заводы и так далее, они ничего не делали. Ну, это лучшие доказательства того, что люди точно порвали с рабочим классом. А вот Российская Коммунистическая рабочая партия пыталась, пыталась что-то делать и, в общем, завоевала определенную поддержку. Вот это размежевание тогда четко обнаружилось. Значит, другое дело, что вот пришлось проделать долгий путь сторонникам рабочего класса, потому что, декларируя приверженность интересам рабочего класса, РКРП в значительной своей части, к сожалению, в организационном плане, продолжала линию Горбачевщина на первого секторя, на лидера, которому должны все смотреть в рот, на то, чтобы отодвинуть рабочих от руководящих постов или оставить только номинально за ними руководство. Вот все, что худшее, что было в КПСС Хрущевского периода и Горбачевского периода, стало воспроизводиться в РКРП. Так что ядро тех, кто считал, что нужно решительно идти навстречу рабочему классу и воссоздавать партию рабочего класса, было выжено размежеваться с другими, с оставшимися людьми в РКРП и учинить, в конечном счете, рабочую партию России. Что мы сегодня имеем? Вот после того, как произошло это размежевание в результате краха ГКЧП, организационное размежевание, я имею в виду, мы приведем только один факт. Вот совсем недавно стало известно, что член Центрального комитета рабочей партии России, соприседатель рабочей комиссии ЦК Валентин Владимирович Кальвет, это рабочий в Саровской генерирующей компании, вместе со своими товарищами подготовил проект коллективного договора и профсоюзные организации защиты, председателем комитета, которым он является, выдал этот проект для коллективных переговоров с работодателем. Что же в этом проекте содержится? В этом проекте содержится требование повышения заработной платы, реальной заработной платы, но и содержится требование сокращения рабочего дня до 6 часов. Вот то, что мы писали в своих программах, программах действий, программах партии, но это было как-то вот так, в виде провозглашения, призыва, стало осуществляться благодаря действию нового поколения партийных рабочих. Это с одной стороны. С другой стороны, именно в этот же период, именно в эти дни стало известно о том, что член Центрального комитета Компартии РФ, и, если не ошибаюсь, даже член секретариата, ну уж прямо руководитель из руководителя, чуть-чуть, что не Зюганов, да, Арефьев, он депутат Государственной Думы, возмутился предложению о введении 4-дневной рабочей недели, но не потому, что такое предложение в неявной форме подразумевает введение 10-часового рабочего дня, а возмутился потому, что в нынешней ситуации, как он считает, глубоко кризисной, нужно говорить и вводить 7-дневную рабочую неделю. Вдумайтесь только. Он для кого вообще это собирается вводить-то? Ну, для рабочих в том числе, 7-дневную рабочую неделю. Сам Арефьев когда-то был из рабочих, он был слесарем судостроительного завода Астраханского, он хоть представляет, что такое 7-дневная рабочая неделя на заводе, да еще особенно в нынешних условиях. То есть это просто, значит, или глупость, или цинизм, а скорее всего и то, и другое. Ну, знаете, чего не сболтнет иной дурак, да? Ну, или в настроении было такое, если человек умный, он взял и поправился. Нет, ничего такого, так сказать, насколько я знаю, а об этом бы сообщили, Арефьев не взял свои слова назад. Ну, хорошо. Значит, вот Арефьев, даже если он такой видный деятель Компартии Российской Федерации, ну, может быть, он не выражает общую позицию? Вот для того, чтобы подчеркнуть, что он не выражает общую позицию, что должно было сделать руководство КПРФ? Дезавуировать слова Арефьева, точнее говоря, или по-русски говоря, отказаться от поддержки этих слов, осудить это выступление. Я специально зашел на сайт Компартии РФ в эти дни. Ни слова, ни гу-гу. Что это означает? Это означает то, что у дурака Арефьева на языке, то у руководства партии на уме. Вот куда привела Горбачевская линия без Горбачева. Она привела к прямой измене интересам рабочего класса, к прямому переходу тех, кто продолжает облыжно называть себя коммунистами, на сторону худших слоев, самых реакционных слоев современной буржуазии. Потому что даже из уст буржуазии не всегда услышишь вот такую идею, чтобы вести семидневную рабочую неделю. Ну что ж, товарищи, это говорит о том, что курс, который взяли в свое время на коммунисты в составе движения коммунистической инициативы, правильный, обоснованный. Именно этот курс приведет к победе рабочего класса. Ну а сначала к тому, что партия рабочего класса восстанавливает свою роль как авангард, в полной мере сформируется, и вот эту работу ведет рабочая партия России. Поэтому я призываю всех сознательных рабочих, всех, кто сочувствует делу рабочего класса и готов встать в ряды борцов, вступать в рабочую партию России, чтобы успешно провести эту борьбу. Успехов нам, товарищи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова